В преддверии Всероссийского Дня строителя. Эта неделя в регионе пройдет под эгидой национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам прошлого года обеспеченность населения области жильем составила 33 квадратных метра на человека. Это уже превышает планируемый к 2030 году показатель. В 2024 региональной программой «Губернаторская ипотека» воспользовались более 50 человек. До конца года планируется выдать еще более 70 свидетельств на приобретение жилья работникам бюджетной сферы, IT-организаций и отрасли авиастроения. Всего за январь-июнь 2024 года выдан 6093 ипотечный кредит, что составляет 90% от уровня 2023 года. Из них 1391 кредит по семейной ипотеке. 12 июля в регионе дали старт уборочной кампании. К сегодняшнему дню на поля для сбора урожая вышли во всех муниципалитетах области. 46% от запланированных посевных площадей уже убрано. В передовиках традиционно южные районы – Николаевский, Новоспасский, Павловский и Радищевский. Уборку сдерживают дожди. Прошедшие в большинстве муниципальных образований в третьей декаде июля и в первые дни августа. Из-за этого уборка в сутки составляет от 4 до 7 тысяч гектаров, превозможных 20 тысяч. Однако, благодаря имеющейся парку современной энергонасыщенной техники, проценты убранной площади выше прошлого года. При этом региональное правительство оказывает всю необходимую поддержку аграриям. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие отрасли. Это стало возможным благодаря в том числе нашей работе с Федеральным министерством финансов, который перечислил почти 1 миллиард рублей опережающей дотации в Ульяновскую область. Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением транспортных средств, финансирование выросло в 2,5 раза или на 337 миллионов рублей. В октябре этого года впервые на территории Ульяновской области пройдут две региональные акции, направленные на раннее выявление и профилактику онкологических заболеваний и проблем сердечно-сосудистой системы. По аналогии с федеральными прообразами «Онко» и «Кардиопатруль» соберут команду узких специалистов для выездных мероприятий, обследований, семинаров и консультаций. Медицинские работники осуществляют проведение экспресс-диагностики состояния здоровья, определение уровня глюкозы, холестерина, экспресс-системы на рабочем месте, консультации по питанию, здоровому образу жизни, рекомендации по устранению факторов риска. Провести пилотный проект планируется в Новоспасском районе. Суммарно работой медиков удастся охватить более 4000 человек.